Было такое американское исследование, в котором группу лабораторных крыс помещали в условиях, где не было магнитных полей, в том числе и магнитного поля Земли. А биофизики Томского госуниверситета из Института медико-биологических проблем РАН более 10 лет назад проводили опыт, помещали группу крыс в условиях, где магнитные поля уменьшались в 500 раз, проводили наблюдения за животными и сравнивали с контрольной группой в таких же условиях, освещения и температуры, но с естественным фоном магнитного поля Земли. Выяснилось, что крысы становились агрессивными, дрались друг с другом, что говорило о потере социального строя и клановости. Также, когда этих крыс после нескольких дней присутствия в объеме без магнитного поля помещали в привычные для них условия, где они раньше уже и были, они начинали исследовать его, как будто видели его впервые. Эксперимент ставили дважды, а у мелких организмов, как тритоны, наблюдались даже мутации. О чем может говорить эта информация? Первое, что приходит в голову, это пилотируемые космические полеты далеко за пределами земного магнитного поля при современных технологиях попросту невозможны. Длительное пребывание у людей в условиях магнитного голодания может привести к полной или частичной потере памяти со всеми вытекающими последствиями в полете. На орбите Земли напряженность магнитного поля меньше всего на 20%, а вот в дальнем космосе меньше уже в тысячи раз. Если создать искусственное магнитное поле, то получится ли полностью повторить земное? Не стоит исключать, что для функционирования каких-либо систем в организмах нужно и природное электромагнитное излучение в виде стоячих волн резонансов частот Шумана, например. Ну и это мы даже не заикаемся о хрониках Акаши или аналога банка данных, в которых хранится информация матрицы развития всех живых существ в Земле, без которых они не смогут ни жить, ни развиваться. Ну и нужно отметить, что мы сейчас делаем предположение, исходя из того, что живем в Солнечной системе на шарообразной Земле, летящей в космосе. Также в Томске по сей день занимаются мониторингом резонансов частот Шумана, выкладывают данные в интернет. Не зная настоящего механизма, как экранирование от магнитного и электромагнитного поля воздействует на человека, эти камеры изготавливают различные энтузиасты. Это так называемые кабины Райха или капсулы Козырева. По информации в них наблюдается лечебный эффект. Возможно, кратковременное магнитное голодание приводит к лечебному эффекту, так как обнуляются деструктивные процессы, если их причина в чужеродном магнитном поле и его последствия. Ведь структура ДНК – это, по сути, спиральная антенна. Чем чаще мы на природе, тем меньше искусственных электромагнитных полей. Один из популяризаторов этой темы – Валерий Кондратьев. Многие его знают как одного из первых авторов, кто показал возможные следы гигантских древних карьеров Земли. В общем, как вывод, прежде чем лететь к Марсу, нужно исследовать эту тему. Но есть еще один вывод из этой информации. Он касается такого вопроса. Если на Земле был катаклизм в историческое время или даже не один раз, то почему люди забыли о нем? Почему о таких страшных событиях не передали сказания из поколения в поколение? Да, время затирает память. Материальные носители в виде книг или других записей зачистила цензура. Кому-то же выгодно, чтобы люди этого не помнили. А вот вам еще такая материальная версия, когда во время геотектонических катастроф происходила переполисовка магнитного поля, снижение его амплитуды или полностью отключение на какой-то период. Тогда это могло привести к тому, что ученые наблюдали в популяции у лабораторных крыс. Крысы просто забывали, что было раньше и как себя вести. Вероятно, после такого люди и не могли вспомнить свое прошлое, свои социальные устои, не понимали, что произошло. Общество потеряло навыки, знания, откатилось в каменный век. Потом началась борьба за ресурсы, территории и начались войны. В конце 90-х годов прошлого века были публикации в газетах и сюжеты на телевидении, где говорилось о людях, которые теряли свою память. Даже имя и фамилию свою не помнили. Но по стечению обстоятельств некоторых узнавали их родные или знакомые, и они постепенно возвращались к своему окружению, до конца так и не восстановив память. Были и такие версии, что это применение пси-оружия спецслужб, которые умеют стирать память. Вполне вероятно, может быть определенный характеристики электромагнитного или магнитного поля именно так и воздействуют на человека. В ближайшие годы наше светило должно войти в период своей максимальной активности. Учеными установлено, что от одного периода активности до следующего происходит около 11,2 года. Появляется много темных пятен на Солнце, а они являются источником выбросов масс в космическое пространство. Когда происходят вспышки на Солнце, их можно увидеть в телескоп с фильтрами. И их также фиксируют спутники. Особенно сильны они в рентгеновском диапазоне. Поток плазмы, выброшенный в космос, возмущает магнитосферу Земли. Метеочувствительные люди могут ощущать это. Ученые говорят, что если вспышка будет достаточно мощной и направлена в сторону Земли, то это скажется и на работе электронного оборудования на Земле. Увеличение количества пятен на Солнце длится около четырех лет, а затем семь лет длится спокойный период активности светила. Есть информация, что в 18-19 веке активность менялась от 7 до 17 лет, а в 20 веке в среднем была ближе к 10,5 годам. Внятных объяснений механизма увеличения числа пятен и вспышек у ученых нет, ссылаются на механизмы солнечного динамо, изменения магнитных полей. Но мало кто из ученых обращает внимание на тот факт, что период солнечной активности практически совпадает с периодом обращения Юпитера вокруг Солнца 11,86 земных года. Про это можно прочитать в статье «Океанические течения» на сайте «Морское чтиво». Но, как видно, период обращения Юпитера вокруг Солнца немного больше, чем период солнечной активности в последние десятилетия. Оказывается, эту картину корректирует факт соединения Юпитера, Земли и Венеры в одну линию. Это также случается раз в 11 лет. А 22 ноября 2065 года Венера пройдет перед Юпитером, и они сольются в одну звезду. Ранее это происходило в 1990 году. Очередное противостояние с Землей произойдет 26 сентября 2022 года, как раз по расчетам это начало солнечной активности. Разность расстояния Юпитера до Солнца в Пиригелии и Офелии его орбиты составляет 76 миллионов километров. Приближаясь, он сильнее воздействует на Солнце. Если механизм солнечной активности подчинен этому астрономическому событию, то как планеты могут воздействовать на Солнце? Вероятно, через магнитные поля или гравитацию, то, что мы называем гравитацией. Очевидно, когда все поля планет соединяются в линии, внутри Солнца что-то меняется, и это что-то приводит к появлению пятен и вспышек в этих областях. Также есть мнение, что Юпитеру совсем немного не хватило массы, чтобы стать звездой. Его магнитное поле в 14 раз сильнее земного и он в 318 раз тяжелее Земли. Также есть версия, что Юпитер когда-то был Солнцем. Парады планет в астрологии не так просто воспринимаются знаковыми событиями, которые воздействуют и на жизни людей. Как именно, астрология не отвечает. Здесь бы помогла наука, но она дистанцируется от той информации, которую вещают астрологи. Вопросов больше, чем ответов, но мы можем видеть какие-либо закономерности, ну и пытаться задавать хотя бы какие-то вопросы.